здравствуйте урок всемирной истории я преподаватель истории колледжа женсугуров колледжа здравствуйте я преподаватель истории колледжа женсугуров урок всемирной истории для первого курса ребята обратите внимание на эти картины и попробуйте составить вопросы картина обратите внимание эти картины как вы думаете какому периоду соответствуют и что вы заметили по этим картинам отсюда мы с вами можем сделать вывод на какую тему сегодня будем говорить сегодня мы с вами будем говорить на тему тенденции развития современного искусства цели урока определять тенденции развития современного искусства выявляя изменения и преемственность объяснять особенности массовой культуры анализируя ее влияние на современное общество критерии оценки они вам известны и на сегодняшнем уроке мы с вами научимся называть и характеризировать особенности течения модернизма постмодернизма анализировать особенности массовой культуры определяя ее влияние на современное общество наиболее известным течение модернизма относятся абстракционизм кубизм сюрреализм футуризм фовизм и экспрессионизм а теперь посмотрим на картины яркий представитель абстракционизма василий кандинский первая абстрактная акварель несколько кругов представитель кубизма известнейший художник пабло пикассо картины пикассо и представитель сюрреализма он тоже у нас на слуху да это сальвадор дали задание определите какому направлению относятся картины в приложении 3 и 4 которое вам загружено там имеется текст характеристикой различных стилей направить направлении изобразительного искусства первой половины двадцатого века и картины которые не подписаны вам будет необходимо определить картины относящиеся к импрессионизму назвать не менее двух особенностей этого направления определить картины относящиеся к сюрреализму назвать не менее двух особенностей данного направления и определить картины относящиеся к кубизму опять же назвать не менее двух особенностей данного направления Ну, что такое модернизм, мы с вами, в принципе, уже брали, да, это так называемое другое искусство, которое хронологические рамки занимает с 1872 по 1845 годы, да, это некая совокупность разных силей, которые основаны на индивидуальности автора, на свободе его мысли и внутренних эмоций. Модернизм помог обратить внимание на уникальность внутреннего мира человека, расковать фантазию творца, большее значение имела интуиция, а не интеллект. Доминантой этого искусства является нечто расплывчатое, неуловимое, неочерченные персонажи, некие иллюзии, фантомы, модальности. Основные течения второй половины 20 века – это постмодернизм с 1945 года, после Второй мировой войны по настоящее время, это постмодернизм. Ну, какие течения есть? Абстрактный экспрессионизм, поп-арт, примитизм, оп-арт, граффити, гиперреализм, кинетическое искусство. Абстрактный экспрессионизм, экспрессия, Джексон Поллог. Ребята, как вы думаете, к какой форме культуры относится искусство, в данном случае живопись? Из этих форм, наверное, самое близкое к определению, да, это элитарная форма культуры. Что такое элитарная форма культуры? Это культура, которая создается привилегированной частью общества, либо по ее заказу включает изящное искусство, классическую музыку, литературу, ну, живописи. Например, «Черный квадрат» Малевича. Не каждый же знает, да, или тот же сюрреализм Пабло Пикассо. Народная культура, она создается не отдельными людьми, а всем народом, включает в себя мифы, легенды, сказания, эпосы, танцы, сказки, песни и так далее. И третий вид ее – это массовая культура. Культура, продукт которой ориентирован на коммерческий успех, массовый спрос, удовлетворяет любые требования масс населения. Как вы думаете, ребята, в современном обществе какая форма культуры преобладает? Да, конечно же, массовая. И подумайте над таким вопросом. Какие средства доступа относятся к массовой культуре? Какие средства доступа относятся к массовой культуре? Каким образом реклама и мода содействуют формированию общества массового потребителя? Как информационное общество повлияло на развитие искусства? Сейчас мы с вами знаем, что мы с вами живем в постиндустриальном эпоху, эпоху информационного общества. И как оно повлияло на развитие искусства? Нужно оценить воздействие информационного общества на культурную жизнь, оценить воздействие информационного общества на общественную жизнь. Подумайте, почему интернет является одновременно средством массовой информации, средством массового воздействия и средством технической коммуникации. Задание. Мои мысли. К чему ведет некритическое восприятие пропаганды и рекламы? Сейчас очень много рекламы. Мы насколько ее потребляем некритически или мы ее подвергаем сомнению? Ну и, конечно же, пропаганда. Пропаганда, она может быть и политической, и социальной, и молодежной. И как мы ее воспринимаем? Нужно подумать над этим вопросом. Домашнее задание. Презентация работ. Выступить в роли искусствоведа. Написать заметку для социальных сетей о проведенной выставке. Какие работы будут у вас на этой выставке? Естественно, это должно быть направление модернизма и постмодернизма. И обсуждение вопроса, как информационное общество повлияло на развитие искусства. Для рефлексии предлагаю вам следующее предложение. Определите реализм в искусстве. Определение реализма в искусстве включает в себя. Определение у вас есть в приложениях. Модернизм в искусстве может быть определен как. И постмодернизм в искусстве означает следующее. Урок окончен. Спасибо за внимание.